Безопасные и качественные автомобильные дороги теперь ведут и на ТЭЦ-3. На средства нацпроекта сейчас ремонтируют два больших участка – шоссе энергетиков и подъездную дорогу к микрорайону. Стоимость работ более 47 миллионов рублей. Очень много в течение года было обращений от жителей микрорайона ТЭЦ-3, что дорога шоссе энергетиков находится в ужасном состоянии. Благодаря федеральному и национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» мы видим, что на сегодняшний день реализуется проект, восстанавливается шоссе энтузиастов, восстанавливается то, что люди просили тротуар и параллельно, немаловажно, восстанавливается параллельная дорога, которая связывает непосредственно с городом. В этом направлении твердое покрытие отсутствовало вовсе. Жители нескольких многоквартирных домов от цивилизации были отрезаны грязью и лужами. Мы сейчас выполняем ремонт, восстановление покрытия и слоев основания дорожной одежды на участке от разворотного кольца до двух многоквартирных домов микрорайона ТЭЦ-3, а также соединяем с дорогой общего пользования местного значения Ивановского муниципального района, которое проходит населенным пунктом Ивановского района. Прилегающая к школе территория будет рекультивирована и засеяна газоном. Разворотное кольцо тоже преобразится. Остановку немного передвинут, потому что сейчас она находится слишком близко к проезжей части. В данный момент у нас идет часть благоустройства всего прилегающего, тротуары, газонная часть. Далее, как вы видели, по шоссе энергетику полностью поначалу. Мы фрезеровали дорогу, асфальтировали ее. Также по всей протяженности дороги будет отсыпано на ширину полтора метра обочина. Также укатана крошкой, соответственно. И так как собирались мы просто ремонтировать участок в дороге в 305 метров, но, как вы видите, соответственно, мы ее практически сделали полностью с изданной. С выемкой грунта, то есть с устройством корыта. Работы подрядчик обещает завершить к 1 сентября. Впрочем, не исключает, что погода может внести свои коррективы и сдвинуть сроки. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.